Мы сказали вчера, что есть обычай, строжь ходыша вино. Не пьют все, что связано с виноградом, виноградный сок. Относятся к этому обычаю, не пить это перед Тиша-Беа. Дальше говорит Аллаха, что запрещено, по словам мудрецов, стричься и бриться в ту неделю, на которую выпадает 9 авгу, по Минхак Сварадиму. У Ашкеназима уже не ибреи, они стригутся три недели, начиная с 17-го тому. Но, как в этом году, если Тиша-Беа выпадает на Шаббат и переносится на воскресенье, то эти запреты отменяются. Но все-таки, говорит Аллаха, так как человеку посричься намного легче, и он стригется, я знаю, раз в месяц, два-три месяца, пусть в ту неделю, которая выпадает 9 августа, Шаббат, до этой недели не стрижется. То есть в этом году, рожходыш у нас будет на следующей неделе, 29 августа, в пятницу, будет рожходыш августа. Эту неделю, и всю следующую неделю можно стричься. В следующей неделе, не после этого, между рожходышем и 9 августа, стричься нежелательно. Тот, кто не успел, не смог, или еще почему-то он не имеет право по закону постричься, но нежелательно постричься желательно до рожходыш августа. Но бриться человеку, который броется каждый день или через день, и тем более сделает это перед Тиша-Беа в пятницу, в честь Шаббата, имеет право побриться. То есть стричься желательно до рожходыша, бриться можно и после рожходыша в этом году. То же самое, если вычесть, что ногти в ту неделю, которая выпадает 9 августа, не стригут. Но если у человека слишком длинные ногти, то есть они выходят за плоть, за мясо, которое на его пальцах должен подстричь эти ногти, потому что нечистота прилипает к человеку именно через эти ногти. Амин, амин. Амин. Амин.